Вот только что получил сообщение от имена Лива. Константин Натанович, прокомментируйте насчёт болезни Навального, голодовка и так далее. Вероятно, по договорённости сделано, что был повод как-то вытащить его, пусть работает дальше на ФСБ, что зря сидит. А может другой вариант? Он, видимо, не нужен уже, реально его посадили. Мин, Алиев, я получил, я думаю, что десятка два таких вопросов частично от троллей. Там это легко диагностируется, такая массовая рассылка. А значит, тут ещё одна теория возникла интересная, что в Фейсбуке это просто распространено, что это не Навальный, а двойники. Киева, не знаю, четыре или пять, что ли, я предполучил этих сообщений. Ну, половина от троллей, половина от нормальных людей. Там, великий писатель русский начинает обсуждать лицо Бутины. Какое неприятное лицо, вот она побывала в колонии и там что-то говорит, ну, врёт, наверное, ну, конечно, врёт. Вот, но какое неприятное лицо. Друзья мои, мы имеем дело с очень профессиональной командой, которая борется за очень понятную цель – остаться у власти. Я не знаю, в каком звании Бутина после того, как она там отсидела в Соединённых Штатах. Очевидно, была довольно эффективна, раз они её посадили там даже на короткий срок. Я думаю, в хорошем звании. Предполагать, что это назначили её журналистом. Послали в колонию, значит, не знаю, генерал, может быть, полковник ФСБшный. Ну, вы слышали когда-нибудь, чтобы по поводу любого правозащитника, там, Сергея Мохнаткина, которого избивали в колонии, в тюрьме, эти страшные кадры, там, разрезанной спины, повреждённой. Ну, я без дрожи, это невозможно смотреть. Вы когда-нибудь слышали, чтобы центральные средства массовой информации это обсуждали? Пропагандистские средства массовой информации. Чтобы туда в звание полковника или генерала отправляли разведчика, то есть ФСБшника, это же очевидно, пропагандистов, ФСБшника. Ну, там была история с Дадиным, ну, много было историй сейчас, много, ну, не правозащитников, а политзаключённых находятся в тюрьмах, в колониях. Ну, по поводу никого из них, так сказать, вот такой же активности, главной активности средств массовой информации. Главное, ну, такого, там, яркого представителя, что ли, видеосъёмки. Ну, это пропаганда, пропагандистская машина, что они пытаются внушить? И это подхватывается, ну, людьми порядочными, которые это начинают обсуждать. На это и рассчитано. Вот. Я не думаю, что ей специально там делали такое лицо, но специальную съёмку для того, чтобы вызвать раздражение, это наверняка, я помню, был фантастический рассказ, а там, значит, роботы служили людям, ну, во всех направлениях, в том числе и выполняли роль психотерапевтов. И там один эпизод, я помню, в комнату вошёл робот, значит, не прямо, а под углом 4,7 градуса. Значит, учёные высчитали, что это самый раздражающий угол, под которым вот робот находится. И хозяин этого робота начинает в него кидать там тяжёлые предметы, тапки. Вот. И робот с шипением, с какими-то специальными звуками начинает разваливаться, рассыпаться, маленькие взрывы. Вот. И человек просыпается, встаёт, выпивает принесённую ему эту чашку кофе. В это время, значит, диссоциированный, ну, вот, развалившийся робот тихонечко собирается и продолжает свою работу. Вот. Ну, профессионалы. Имеем ли мы право или, там, интеллектуалы, вдохновители общества, быть вот, ну, такими наивными? Сейчас происходит огромное количество событий, ну, в той же оппозиционной среде. С некоторыми условностями, там, можно, там, яблоко относить к оппозиционерам. У них там съезд, дискуссии. Я за этим слежу. Ну, чего? Это где-то Бутин поехала на съезд яблока? Или, там, в оппозиционной среде, там, Парнаса тоже что-то происходит, события серьёзные. Ну, не дай бог, это главное правило, главное правило пропаганды. Не говорить о том, что не нужно продвигать. И говорить любую ерунду. Ну, вот, когда-то я показывал это на примере самого Путина. Любое обсуждение, любая легенда, конспирологическая теория, те же самые двойники. Там целая теория возникла, что Россией правит не Путин, а один из его двойников. И это обсуждается, обсуждается не только пропагандистами, не только троллями, но обсуждается серьёзными людьми. Ну, пожалуйста, давайте будем профессионалами. У нас нет другого выхода, иначе мы будем всё время болтаться на крючке у этой пропагандистской компании, выполнять их задания. Для чего я вот это всё делаю, работаю? Ну, для того, чтобы люди начали разбираться, где их обманывают, где эти фокусы проходят, как они проходят, как это сделано. Иначе мы никогда не выберемся из этого болота, из этой ямы, так сказать, где нам морочат голову чекисты, пропагандисты. Значит, подсоединились, кроме Бутина, значит, Максим присоединился. Ну, там просто руководители пропагандистской компании уже сами начали выступать. А что-то говорить, пожалуйста, ну, будьте умными, просто умными.